Здравствуйте! Вы смотрите программу Работа. И сегодня у нас в гостях Дарья Дубаева, исполнительный директор российского еврейского молодежного конгресса. Дарья, здравствуйте! Здравствуйте, Владимир. Молодежный конгресс. Для чего создан? Как работает? Какие цели преследует? Наша организация, российский еврейский молодежный конгресс, он существует уже более пяти лет. В этом году мы отмечаем шесть лет организации. И на самом деле это очень интересная история, потому что эта организация создана исключительно по инициативе самой молодежи. Шесть лет назад именно в Ульяновске собрались представители еврейских молодежных клубов из близлежащих городов и решили на своей инициативе без какой-либо серьезной поддержки изначально со стороны федеральных или международных организаций создать большую крупную структуру, которая поможет, во-первых, реализовывать проекты на более серьезном уровне, а во-вторых, объединять, знакомить и наложить взаимоотношения между еврейской молодежью в разных городах. То есть это, наверное, единственная федеральная организация в масштабе, по крайней мере, еврейской работы, которая базируется не в Москве, не в Санкт-Петербурге, а именно в провинциальном, но тем не менее очень активном городе Ульяновск. И с тех пор мы работаем, конечно, в основном по крупным мероприятиям, то есть мы проводим форумы, мы проводим съезды, мы занимаемся сетевыми акциями, проводим, например, а вот сейчас приближается работа по 9 мая. То есть это праздник, который сочетает в себе и общую значимость, и невероятное наполнение смысловое для каждой национальности. И, естественно, мы хотим провести и всей нашей еврейской молодежи, которая входит в состав Ремка, и свои тоже упоминальные молитвы, акции по сохранению памяти. И из таких акций очень многое состоит. То есть это основное такое направление работы, связанное и с еврейскими праздниками, и с нееврейскими, и с межнациональными в том числе. Потому что еврейской молодежи нужно позиционировать себя, нужно показывать, какие мы, чем мы интересуемся, зачем нам это вообще. И единственный способ борьбы с какими-то негативными стереотипами, единственный способ борьбы с предубеждениями – это как раз живое знакомство, живое общение. И этим и занимать Ремка. Пока не углубились в тонкости работы, соответственно, насколько сложно было именно, на самом деле, в Ульяновске, в провинциальном городе, такой федерального масштаба, организовать центр? То есть не в Москве, а у нас. То есть накладывает какие-то особенности, может быть, людей сложнее собрать или, наоборот, проще? В этом плане с Ульяновском немножко довольно красивая картина и очень удобная картина. Потому что у нас, во-первых, как вы сказали, межнациональный регион. То есть здесь очень активно всегда ведется работа с национальностями. Люди привыкли к тому, что те, кто их окружает, они разные. И мы очень получаем хорошую поддержку от власти в том плане, что всегда нам дают добро на проведение крупных фестивалей, на проведение культурных мероприятий, так же, как и всем другим национальностям. В этом плане у нас очень благодатная почва для создания больших, хороших инициатив именно в национальной сфере. Из сложности, ну, в первую очередь, организационные. Это логистика, это собрать людей, объяснить, где находится Ульяновск. Не все знают, скажем, в Новосибирске, что такое Ульяновск. Но мы над этим работаем. Теперь об этом знают больше народа. И в основном это выглядит на самом деле гораздо страшнее и гораздо масштабнее, чем эта работа является на самом деле. Потому что самое страшное – это начать. Самое сложное – это объяснить себе, что это реально. И это вполне реальный путь, вполне доступный для каждого. Если человек горит идеей, если есть команда людей, которые готовы работать, есть команда людей, которые в это верят, то это вполне реальный путь для каждого. Как получилось молодежь-то заразить этой идеей, чтобы ребята сами, так скажем, собрались, прикинули, оценили свои силы и решили, да ну мы сможем, мы сделаем лучше, чем в Москве? Ну, во-первых, изначально на момент создания организации было всего 10 молодежных клубов еврейских, которые в это поверили, которые захотели, которые подумали, что они могут и они хотят работать в этом направлении. Сейчас у нас уже 46 региональных отделений. То есть люди присоединяются потом, люди видят, что работа идет, люди видят, что работа продолжается и не собирается задухать и присоединяются. То есть, конечно, тут самые важные люди, самое важное, что действительно все сошлось в одно время, в одном месте, что подобралась такая команда, которые поверили, сказали, да мы хотим, да мы будем делать и все получилось. Вернемся к тому, что Ульяновск все-таки многонациональный регион. Как другие общины на вас смотрят, завидуют или как-то спрашивают совета, пытаются идти в ногу со временем, догонять немножко, что-то свое придумывать? Ну, безусловно, у каждой общины в нашем регионе есть своя сильная сторона. То есть есть какие-то свои вещи, которые они делают лучше всех, в которых они лидеры. В этом плане замечательно сложилось сейчас последние годы, вот сколько я работаю, что все председатели и все представители общины, они нацелены на продуктивное сотрудничество. То есть нет никакого конфронтации, никакого соперничества, потому что это у каждого своя целевая аудитория, у каждого свои люди и у каждого свои представления о том, в каком направлении должна двигаться организация. То есть есть организации, в которых больше местного населения этой национальности, этого народа. Естественно, у них больше ставка работы внутри региона, очень много работы и праздники, благотворительной помощи. Создаются параллельно еще организации, допустим, узкоспециализированные, если есть одна национально-культурная автономия, либо община, разные формы могут быть. И к ним присоединяются благотворительные фонды, целевые, направленные на свою национальность. Есть детские проекты, молодежные проекты. И нет, ну, насколько я могу судить, нет никакого соперничества абсолютно. Есть партнерство, потому что наш опыт в чем-то хорош, мы можем им поделиться. Опыт других общин в чем-то хорош, мы можем у них перенимать, мы можем учиться у них. И это единственный возможный вариант взаимодействия. Иначе любое соперничество и любые негативные настройки не повредят всем абсолютно. Потому что цель каждой организации, помимо продвижения своей культуры, помимо укрепления национального самосознания среди своих членов общины, среди своей национальности, которые сегодня они не готовы включать свою национальность в качестве одного из определяющих моментов своей личности. И если мы говорим о новом поколении, о молодежи, о детях, которые воспитываются в воскресных школах в том числе, то очень важно оставлять в детях вот этот момент национальный. И каждая община на это нацелена. Но помимо этого еще и каждая община работает над межнациональным миром. Потому что если мира не будет, не выиграет никто абсолютно. И только согласие, только мир, только взаимодействие и сотрудничество – это общий успех, это единственный путь. То есть в любом случае, грубо говоря, в детях культивируется осознание собственной национальности, но при этом масштабы страны, в которой все-таки мы живем все вместе, упускать никак нельзя. Безусловно, безусловно. Потому что это основа. Все мы россияне. Успех страны, успех региона – это то, что приведет к нашему успеху общему. К хорошей инфраструктуре, к хорошим школам, к хорошему сознательному обществу. И только осознание единства, только вот этот наш базис, базис Россия, только это может быть конечной целью. А сейчас все-таки, ну на самом деле даже заметно, все национальные праздники, которые проходят, собирают не только людей, кто относится к этой национальности. В принципе, мне кажется, все ульяновцы с радостью могут посетить любой праздник. Уже почти все знают смысл, цель. То есть в этом плане общины города помогают друг другу в организации вот таких мероприятий, которые на самом деле и для позиционирования самой общины, самой нации, но и на развитие культурного, так скажем, уровня ульяновцев. Конечно. Во-первых, всегда есть взаимопомощь, потому что у нас прекрасный опыт проведения больших сабантуев. У нас прекрасный праздник Акатуй проводится. Это праздник, о котором знают не только ульяновцы, не только жители региона, но и соседние регионы как минимум точно. И опыт огромный. Мы проводим на наши еврейские праздники, например, концерт Ханука в Симбирске. Мы проводим уже много лет, и всегда к нам приходят представители разных национальностей, потому что это кусочек общероссийской культуры, это часть музыкального наследия, к примеру, или часть традиций. И праздники это, наверное, то, что видно больше всего тем, кто не вовлечен в деятельность общины. То есть это такие вишенки на торте. Ну а именно эти вишенки, как правило, и привлекают больше людей к тому, чтобы прийти и узнать. Если человек, например, татарин, приходит на Сабанту и просто потому, что там что-то интересное, какой-то праздник, и вроде бы он мой, моего народа, то увидев, насколько это все качественно, насколько это интересно, насколько разные моменты, разные аспекты можно увидеть на этом празднике. И не только концерты, и танцы, и музыка, не только. Он включается в деятельность общины, и он уже узнает гораздо больше. Он узнает, начинает изучать этические базы своего народа, начинает изучать то, как устроена семья, скажем, традиционная татарская или еврейская, или мордовская, в зависимости от того, о каком празднике, о какой общине мы говорим. И праздники это вот такой момент, который больше всего заметен, но работы много, и глубокой работы много, это той, которая не видна вот в таком масштабе. Но праздники нужны, важны, и это неотъемлемая часть основной культуры, основной работы. Вот в Советском Союзе все народы, так скажем, жили дружно, никто ни на кого, так скажем, не ругался, ну, были там какие-то определенные претензии, но в целом, вот из этого состояла целостность всей страны. Потом, после распада, как-то все решили, что мы будем сами по себе, и, соответственно, и культура, и традиции начали забываться. Вот сейчас, на данном этапе развития, например, всей страны нашей в целом, насколько важно опять сплотить всех людей общей идеей, общим делом? На мой взгляд, когда человек, мы все мы люди, каждый отдельный человек в чем-то силен, в чем-то слаб, и когда мы сталкиваемся с периодом трудности, с периодом неустройства, непонимания собственного будущего и собственного движения дальше, мы всегда пытаемся защититься. И отчасти сепарация, в том числе на национальном признаке, на мой взгляд, это такой механизм защиты, который мы и сейчас часто видим, когда люди сталкиваются с какой-то проблемой и не могут ее объяснить, и немного пугаются, наверное, это естественно. Они пытаются найти ответ в обвинении кого-то. Можно обвинить евреев, можно обвинить кавказцев, можно обвинить Венеру в Козероге, тут вариантов очень много. Но это деструктивный путь, однозначно, потому что только в сотрудничестве и только в единстве возможно развитие гармоничное. Потому что, когда мы видим, что мы все знаем уроки истории, даже на уровне школьников пятого класса, люди знают о том, к чему приходило обвинение какого-то одного народа, евреи это знают очень хорошо, к сожалению. Но эти уроки дают нам четкий сценарий о том, к чему приводит вражда, к чему приводит ненависть к какому-то народу, к чему приводит разделение, к чему приводит отделение друг от друга. И к чему приводит единство. Мы знаем, что Советский Союз это великая победа, это заслуга ко всех народам, что не было разделения, кто ты еврей, осетин, грузин или чувашин, ты советский солдат и ты создаешь победу для всей страны. И хорошо, что сейчас в обществе нет на данный момент, на мой взгляд, такой огромной беды, такой огромной трагедии, чтобы приходилось сплачиваться против кого-то. Но мы растем, цивилизация развивается, страна развивается. И сейчас нам надо быть едиными, также во имя, но не какой-то одной цели достижимой, не победы, не жертвуя жизнями, не проходя путь ошибок или путь огромных трагедий, а жертвовать ради будущего, ради того, того, к чему идет страна, к тому, к чему идет каждая община, к кому идет каждый народ. И когда мы читаем лекции для школьников, для совсем малышей, мы приходим и начинаем рассказывать про культуру разных народов, совместно с другими общинами региона и другими организациями. И самый простой пример, который проще всего понять школьникам, о том, каждый из нас любит свою маму больше, чем маму соседа, скажем так, или чем других мам. И для каждого из нас наша мама лучше, и это будет всю жизнь. И точно так же и национальность. Для каждого из нас наша национальность будет всегда ближе, наш народ будет всегда ближе. Но это совершенно не значит, что моя мама лучше других, и я не буду ходить с воплями и с криками о том, что моя мама лучше всех, ваши мамы не такие уж и хорошие. Точно так же и с национальностями. Но тем не менее, все национальности – это часть нашей страны, часть нашего народа. Поэтому очень важно осознавать это, понимать это, и понимать, что только в этом залог успешного будущего. Вот вы отметили по поводу лекций для школьников совместно с другими общинами. То есть это уже получается такой серьезный межнациональный проект. Какие еще такие вот инструменты, может быть, совместной работы общин у нас в городе имеются, и какой результат от этих действий? По поводу результата у меня есть отличный пример. В 2011 году наша организация получила президентский грант на реализацию межнационального проекта. Проект был направлен на пропаганду идеи межнационального мира и профилактику ксенофобии среди старших школьников города. И к реализации этого проекта к нам присоединилось 15 общин. То есть 15 национальностей вместе с нами ездили в школы и рассказывали о своей культуре, о своей национальности, интересные факты, какие-то особенности семейных традиций. И чем интересен этот проект, помимо формы, тем, что мы делали входное и выходное тестирование по отношениям школьникам к другим национальностям. И я могу сказать, что за полгода реализации этого проекта по тестированию, которое мы проводили среди школьников, это те же самые ребята. Мы в цифрах, обумажненно, с сухими показателями количества и качества, мы увидели, насколько меняется отношение ребят к другим национальностям и вообще к необходимости настороженного отношения к другим народам. То есть именно путь знакомства, путь рассказа, путь презентации, путь непосредственного общения разных национальностей, он дает результат. И это, к счастью, у нас работает очень хорошо в регионе. То есть начиная от того, что проводится, вы уже упомянули о том, что национальные праздники у нас открыты для всех, не бывает кулуарных таких замкнутых мероприятий, они доступны каждому. У нас есть занятия с молодежью, с школьниками, с подростками. На уровне руководителей общины, лидеров каких-то проектов у нас проводится огромное количество круглых столов, конференций, где вырабатываются пути взаимодействия, пути сотрудничества. И причем, что важно отметить, общины занимаются не только вопросами культуры, не только вопросами обычаев, традиций и так далее, праздников. Но есть очень большое количество примеров, когда общины объединяют свои силы в противодействии какому-то общему узлу, общему узлу, не привязанному к национальной специфике. То есть у нас ведется работа и сотрудничество с всеми национальными организациями по профилактике экстремистских настроений. Все мы знаем истории с исламским государством, и все мы понимаем, что это не имеет ничего общего с исламом, ничего общего с мусульманами, с теми, которые есть. Это инструмент, который используют люди для своих политических, корыстных целей. Против этого работают все общины. Мы работаем против, допустим, по укреплению антитеррористических настроений, то есть не только религиозной направленности. И проводятся и занятия для молодежи. Например, мы приурочены к дню рождения Дмитрия Розумовского, недавно прошлое мероприятие. То есть это также, хотя это, скажем так, происходило в Осетии, но это беда общей страны, это урок для всей страны, и это работа для всех общин. Сейчас мы готовим проект по общине, объединившись, привозят сюда, в регион, суицидолога Ольгу Калашникову, которая также едет и будет разговаривать в том числе и с общественниками, и с национальными именностями, и с конфессиями, и с педагогами дополнительного образования, с теми, кто занимается воспитанием детей. То есть здесь мы уже объединяемся со спортом. Наши инициативы, которые идут от национальных организаций, они гораздо шире только культурных аспектов, только праздничных моментов, только традиции, только религии и так далее. То есть в этом плане объединение усилий, оно очень важно, потому что каждый из нас принадлежит какой-то национальности. Каждый. Мы можем быть мама русская, папа Чувашин, мама еврейка, папа азербайджанец, но тем не менее у каждого из нас есть национальности, те проблемы, с которыми сталкивается наше общество, они проблемы общие, и их надо решать вместе. А суицидолога, я так понимаю, везете как раз в свете последних событий. Сейчас все борются с этими группами смерти. То есть к тем инструментам, то есть правоохранители, общественность, власть, образование, и общины не могут обойти этот вопрос. Конечно, это наши дети. Наши дети ходят в школу, там с ними занимается образование. Наших детей защищают правоохранительные органы, помогают минимизировать, скажем так, влияние деструктивных элементов. И тут проблема глубже, чем только группа смерти. Это трагедия, но опять-таки это вершина айсберга. Мы говорим о том, что дети сейчас находятся совершенно в новых реалиях, даже чем мы, поколение 30-летних, скажем так. Они растут в совершенно другом информационном поле. Они попали в новые условия, по которым нет решения. И объединив именно тот базис, который есть в традициях каждого народа, в этической основе каждого народа, в воспитательных традициях каждого народа, и достижение психологии, и развитие психологии, изучение этой новой реальности. Вот на этом пересечении можно построить тот твердый фундамент, при котором нашим детям будет устойчиво, будет ровно стоять, будет твердо стоять, и они найдут почву под ногами. И дело не только в группах смерти, дело в том, чтобы найти каждому ребенку и каждому педагогу подсказать, и каждому общественнику подсказать, те, кто занимается молодежными проектами, детскими проектами, о том, как правильно вести сейчас себя с детьми, как понимать, что с ребенком творится что-то не так, и как вовремя подсказать ему, дать ту опору, которая действительно он ее примет, он ее поймет, он ее почувствует, и это поможет ему не принимать страшных решений. Это, наверное, еще актуально, потому что все-таки вы правильно сказали, что даже поколение 30-летних немножко по-другому воспитано, а здесь, наверное, надо вырабатывать абсолютно новые моменты воспитания, поскольку появился интернет, появилось больше свободы, больше доступа к информации, соответственно, надо пересматривать именно... Ну, нет у нас опыта, так скажем, такого, и его сейчас надо нарабатывать на всех уровнях. Абсолютно. Человек меняется намного медленнее, чем меняется мир вокруг нас. И психика, и психология человека, она формируется тысячелетиями, и то, как мы реагируем на окружающую среду. И понятно, что дети, которым 8 лет, 10 лет, 12 лет, 15, 16, неважно, они попадают в мир, на который никто не знает пока, как реагировать. И им сложнее всего, потому что они ищут свое место в мире. Мы уже более-менее определились, мы уже представляем, что мы такое. А они ищут для себя опоры и вопросы, что нужно помочь им найти. Конечно, новый подход – это хорошо, но есть и... Все новое – это хорошо, забытое старое. Есть и основа, фундамент, без которого ничего не сложится. И как раз национальные общины в этом могут помочь. Потому что в каждом народе есть заповеди благотворительности. То есть неважно, это садака, цдака у евреев или еще какие-то. В каждом народе есть традиции уважения к старшим, есть традиции добра, доброго отношения к миру, влияния на мир, изменения его, самосовершенствования. И нам нужно адаптировать то, что мы имеем уже тысячи лет, под те условия, в которых живут наши дети. И только на пересечении этих моментов, только на таком густом коктейле из этого, может получиться то, что поможет. И вот вы упомянули спорт. Наверное, все-таки тоже такой объединяющий момент, потому что командные соревнования, виды спорта национальные у нас тоже имеются. Соответственно, спортивные мероприятия также несут положительную нагрузку на это все. Абсолютно, конечно, безусловно. Вообще, спорт как инструмент межнационального общения, он используется довольно давно. У нас есть прекрасный опыт наших азербайджанских коллег, которые уже много лет реализуют прекрасный турнир по мини-футболу. И это действительно праздник, это событие. Ребята к этому готовятся, каждая община тренируется, готовят форму, это очень важное такое событие в нашей жизни. И очень замечательно, что в последние годы идет такая мощная поддержка национальных видов спорта. Понятно, что они занимают свою нишу, скажем так, в большом спортивном мире. Но это тоже элемент культуры. Каждый национальный спорт, он сформировался на основе тех реалий, в котором жил и развивался народ. И он больше, чем просто вид физической активности. Замечательно, что сейчас это развивается. Мы сейчас работаем в сфере межнационального сотрудничества с Молодежной Ассамблеей народов России, с другими общинами в плане консолидации разных спортивных организаций и объединения их именно в сфере работы с национальностями. Все знаем, что в национальных секциях очень много ребят из разных национальностей. То есть, если мы говорим про единоборство, там очень много ребят из Кавказа, которые сильны в этом, потому что у них там уже много лет развиваются именно эти школы, и они действительно большие молодцы в этом сфере. Но это не говорит о том, что наши исконно ульяновские бойцы других национальностей чем-то хуже. Есть олимпийские виды спорта, с которыми мы плотно работаем, и они помогают нам выходить на аудиторию своих воспитанников. Есть не олимпийские виды спорта, которые тоже сейчас активно развиваются, и единоборство, и национальные виды спорта, и всё. Поэтому это такая точка пересечения, где дети, где молодёжь, и где молодёжь активная, где молодёжь, нацеленная на выплеск своей энергии в очень позитивном направлении. И, естественно, что это та аудитория, в которую важно доносить и тот компонент, который мы обычно несем. Мир, межнациональный мир, этическая основа, единство интересов, единство российского народа. Поэтому спортсмены, они тут нам друзья, помощники, братья. И вот, наверное, последний вопрос. Хотел спросить по поводу... В самом начале беседы затронули так вскользь стереотипы. Ну, соответственно, мне кажется, в современной культуре анекдоты и стереотипы, но это определённый пласт такой. То есть для каждой национальности есть анекдоты про их представителей. То есть возьмём тех же чукчей. Я не знаю, обижаются они на эти анекдоты или нет. Но в целом вот это надо искоренять. Или же сейчас все национальности в принципе и сами-то с юмором относятся. Я просто знаю, если рассказать еврею анекдот про евреев, он очень посмеётся на самом деле. Но остальные, не знаю, просто такой сложный, наверное, вопрос, чтобы не было там, как в Соединённых Штатах, где афроамериканец, и вот по-другому нельзя. Вот такие запреты есть, мешают как-то жить? Есть такая поговорка о том, что никто так не любит анекдоты про евреев, как самый еврей. И, на мой взгляд, важно развивать в людях и давать возможность людям узнать, в первую очередь, это наша задача. Это не задача самих людей. Это задача нашей национальности. Донести до аудитории, которая не вовлечена в эту сферу работы, настоящие ценности, настоящие источники, настоящие традиции. Я, лично я, категорически противник запретов. Потому что как только что-то запрещают, это становится очень интересным, в том числе и для молодёжи подрастающего. Всё запретное надо обязательно изучить, посмотреть. Мы посмотрим, сколько... Если загрузить одно и то же видео на YouTube, мы можем посмотреть, сколько будет, если запрещённый фильм, и если просто фильм, там, я не знаю, «Ёлка», к примеру. И сколько просмотров наберёт запрещённый фильм «Ёлка». И поэтому с запретами тут ничего не исправить, к сожалению. Если мы говорим о анекдотах и о таком добром юморе, который все понимают, что это юмор и не более того. Юмор есть юмор, поэтому запретить его невозможно. И, наверное, нет в этом смысла, потому что на этой основе можно что-то объяснить, можно как-то рассказать, можно противодействовать этому стереотипу, который есть в анекдоте, если люди общаются с представителями этого народа. Наша работа – заполнить эти разумы быстрее и качественнее, рассказать и о евреях, и о чуйваших, и о татарах, и о кавказских народах, и обо всех тем, что действительно есть. В каждом народе есть хорошие и плохие люди, но ни один народ в своих традициях не учит быть злым. Никого, никогда. Спасибо за интереснейшую, на самом деле, беседу. Много всего полезного для себя даже вынес. Наверное, надо почаще ходить на праздники. Приходите, мы всегда рады. В принципе, и порадоваться и себя, и других. Вам хочется пожелать удачи во всех ваших начинаниях, чтобы все складывалось, чтобы все получалось. А телезрителям я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был исполнительный директор Российского еврейского молодежного конгресса Дарья Дубаева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова